Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Арт-студия. Сегодня у нас необычная программа, в нашей студии необычный гость. А все потому, что моим собеседником сегодня будет человек, который обычно сам берет интервью, беседует с нашими гостями. В нашей студии член Союза писателей России, член Союза театральных деятелей, автор, исполнитель, музыкант Александр Филатов. Здравствуй, Саша! Здравствуй, Влад! Скажи мне, пожалуйста, я, наверное, не все регалии твои назвал. Участником каких союзов профессиональных, общественных ты еще являешься? Ну, прежде всего, я хотел бы поблагодарить тебя и телекомпанию за эту возможность увидеть вот эту ситуацию с другого ракурса, с ракурса гостя, потому что для меня это действительно ново. И, наверное, после сегодняшней беседы мои гости, которые часто сюда приходят, они как-то мне будут психологически еще ближе. Я проникнусь ими и, как-то, наверное, лучше их пойму. Ну и, конечно, спасибо за внимание к моему скромному творчеству, отрывки из которого сегодня, я надеюсь, прозвучат. ПЕСНЯ 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 Что касается союзов, общественных организаций и прочего. Я такой человек многостаночный, по своей истории мне приходилось одновременно быть по обе стороны рампы, и как журналисту, который на протяжении нескольких десятков лет активно освещал культурную жизнь в Ульяновске, и как исполнителю приходилось также выступать. И вот этот синтез, он, наверное, дает определенные преимущества, потому что я также имею представление и о той стороне, и о другой. Это помогает в обоих видах деятельности. И в концертной, и в сценической, и в журналистской. ПЕСНЯ У меня есть еще членство в Союзе композиторов Евразии, в Союзе журналистов, конечно же. Знаешь, как в 2012 году на 200-летие Бородинской битвы в честь этого события к нам приезжал в город выдающийся композитор Александр Журбин. Мне довелось сопровождать его на родину Дениса Давыдова. Он написал большой цикл песен на стихи Дениса Давыдова, поэтому к этой дате привезли вот его. Мы общались с Александром Борисовичем, и в общении неожиданно выяснилось, что он член Союза театральных деятелей, Союза писателей, Союза журналистов, Союза композиторов и Союза кинематографистов. Пяти. Я говорю, Александр Борисович, меня до вас далеко. Я говорю, у меня еще кинематографистов нет. Но есть над чем работать. Но это все впереди. Их проклятие, Как распятие Но качаются чаши весов Но качаются чаши весов Я ведь знаю тебя очень давно, лет с 15, и когда мы вместе работали на одних площадках, я знаю, что ты в то время бурно писал стихи, писал песни. Эти песни исполнялись не только певцами Ульяновской области, но я знаю, что ты писал и для звезд и российской, и советской эстрады. Что за эти годы изменилось, к чему ты пришел? И вот в данный момент как развивается твоя творческая деятельность? Ну, я думаю, что точку никогда нельзя поставить. Я думаю, что любая творческая деятельность – это путь. И я нахожусь в пути. Каждый год я пишу какое-то определенное количество новых песен. Я не бросаю это дело. Действительно, я был такой ранний персонаж в городе нашем. Рано встал вот в эту очередь, так сказать, за раздачей творческих конфет. И был самый молодой очень долгое время. Потом понял, что я уже не самый молодой. А потом уже, как недавно сказала мне одна поэтесса, мы, говорит, сами не замечаем, как мы становимся для других какими-то авторитетами. Вот вчера еще мы смотрели на тех мэтров, которые, а сегодня мы уже сами можем что-то передать. Вот, наверное, я постепенно осознаю какие-то вот подвижки к этому статусу. Я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо. Наверное, с опытом приходит мудрость, с мудростью мастерство или в другом порядке. Ну, в общем, я рад всему, что со мной происходит. Рад этому движению. Никогда нельзя останавливаться. Всегда надо делать то, что ты еще не делал. Это мой принцип. С самых ранних лет я всегда старался делать то, чего еще не было в моей творческой биографии. Не было книги. Я, допустим, издал первую книгу. Не было дуэтной песни с народной артисткой, с драматической, выдающейся артисткой, Клариной Ивановной и Шатьколой рядом государственной премии, национальной премии «Золотая маска». Такая песня дуэтная появилась, и я счастлив, что моя жизнь была окрашена вот этим общением и доверием со стороны великой артистки, потому что она как-то сказала мне на каком-то неформальном общении. Ну, вот да, есть люди и по возрасту ближе, но вот тебе я доверяю. Почему-то тебе я доверяю, дружочек. Дым трубы городской, гордо выпрямил спину. Город зимний затих, приготовился спать. Снежная, снежная, мокрая, мокрая, город укрыла зима. И потерялись за темные окна, и в городе он, и она Кружит безудержно серыми вьюгами вновь круцель на жилье. Снова она не узнает о нем, а он не узнает о ней. Ну, вот ты, сведущий, во многих творческих профессиях, как бы, да, и писатель, и автор, и исполнитель, на протяжении всего творческого пути ты себя искал? Ты можешь сказать, что ты нашел себя, или ты находишься до сих пор в каком-то поиске? Мне кажется, что любой человек, который занимается творчеством, он, в общем, всегда находится в поиске и ищет вот то новое, чего еще не было в его истории, не было в его биографии. Я, например, вот, исходя из того же принципа, означенного выше, я, например, очень всегда мечтал спеть что-то а-ля классика. И мы записали дуэт а-ля классика. Я написал песню заслуженной артисткой России Веры Чиркиной, нашей региональной примой. Такое приближение, конечно, это не Кабалье с Меркери, но такая скромная попытка приблизиться. В прошлом году я впервые, можно так сказать, исполнил песню, исполнил песню не свою. Я всегда исполнял песни, написанные мной самим, и это немножко упрощало задачу. Потому что когда ты пишешь текст, музыку особенно, ты понимаешь свои возможности, и ты как-то адаптируешь к ним, к своим вокальным возможностям прежде всего, адаптируешь материал. И тут я вдруг решил, что я дорос, наверное, и право имею теперь, попросить у выдающегося нашего советского, российского эстрадного композитора, заслуженного артиста России, а в прошлом, в 70-е годы, ульяновца, солиста группы «Горожане» Владимира Евзерова, многократного участника и лауреата, «Песни года», его песни исполнял Валерий Леонтьев, Николай Басков, Филипп Киркоров, там этот список очень большой, можно продолжать. Я попросил у него песню, песню не для перепевания, а новую песню попросил. Я сказал, Владимир Эдуардович, вот, может быть, вы мне доверите, может быть, вот, как бы, исходя из всего, что было, мы с ним написали несколько песен, эти песни были отданы Валерию Леонтьеву, в том числе, правда, он ни одной не спел. Кстати, по поводу Валерия Леонтьева, вот, я как-то в интервью подмосковному телевидению рассказывал, я говорю, вот, написали с Евзеровым песню для Леонтьева, ироничный ведущий переспросил меня, он говорит, а Леонтьев-то об этом знал? Понимая его иронию, тем не менее, хочу сказать, Леонтьев об этом знал. Уважаемый Александр, наконец-то мы все дождались. Мы, я имею в виду, твои почитатели, твои соавторы, те, кто участвовали в твоей этой программе. Это будет очень интересно, потому что у тебя много поклонников, ты человек разносторонний, ты прекрасный поэт, прекрасный композитор, прекрасный организатор, литератор, я уж, можно много перечислять, чего, ну, то есть, очень многогранный талант. Я буду с нетерпением ждать, когда, наконец-то, это увидим мы в эфире. Естественно, я надеюсь, что-то, может быть, прозвучит и из наших произведений, но я всем желаю большого настроения, хорошего настроения при просмотре этой программы. Ну и вот в прошлом году я попросил песню у Владимира Евзерова, и таким образом появилась песня «Королева больна» на слова блока, музыка Владимира Евзерова, полностью написанная не мной, но исполненная мной. Конечно, она не появилась бы вне контекста вот той ситуации пандемической, в которой мы все жили, потому что песня трагическая, драматическая. Я очень люблю трагические песни, потому что мне кажется, что артисту в характерных каких-то обстоятельствах легче всего проявиться, развиться, поэтому, ну, либо это должна быть какая-то острая характерность комическая, либо вот трагическая. И вот такая песня появилась на свет, я надеюсь, что мы ее сегодня тоже услышим. Я предлагаю сейчас это сделать и поделиться этим творчеством, этим клипом этой песни с нашими телезрителями. Спасибо огромное. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 он звучит. И второй клип, который мы сняли, детство называется, песня, написанная мной. И там снялись двое наших народных артистов, Зоя Михайловна Самсонова и Алексей Данилович Дуров, наши мэтры. Александр для меня поэт-актер. Его поэтические творения – это созданные и пережитые им образы, художественные образы. Глубинное, личностное восприятие жизни, эмоциональность – вот что характеризует его творчество. Он прост, он доступен, он очень индивидуален и при всем при том обаятелен. Наверное, поэтому его и любят поклонники поэзии. Я бы хотела прочесть его стихотворение, которое и определяет его для меня, как актер. Я актер. Мне нужен зритель, сердце чутко извне, порицатель и ценитель, тот, кто помнит обо мне, кто надеется и верит в это таинство кулис, в запредельный чистый берег откровения грустных лиц, святость, бешеные работы или исповедь небес. Рампы свет скрывает что-то, то ли маску, то ли крест. Я актер. И жизнь негоды, может, рифма, может, такт, сцена, радость и невзгоды. Остальное все – антракт. Я очень счастлив, что они доверились мне. Я убедил их в свое время, несколько лет назад, участвовать в этой авантюре. Ну, а какой получилась авантюра, опять же, мы можем увидеть. В память, взглядываясь, как в зеркало, словно отбис былого огня. Человеком, которого не было, иногда представляю себя. Жизнь катилась по рельсам со скрежетом, но нельзя ничего изменить. Детские слезы радости, детские слезы грусти. Память, добро пожаловать, время назад не впустит. Нам не начать все заново и не постигнуть сути. Детские слезы радости, детские слезы грусти. Там бывало и грустно, и весело, только кругом идет голова. Человеком, которого не было, мне уже не бывать никогда. Повенчают однажды нас вечностью, но погуда не порвана нить. Человека, которого не было, каждый должен в себе сохранить. Человека, которого не было, каждый должен в себе сохранить. Детские слезы радости, детские слезы грусти. Память, добро пожаловать, время назад не впустит. Нам не начать все заново и не постигнуть сути. Детские слезы радости, детские слезы грусти. Нам не начать все заново и не постигнуть сути. Детские слезы радости. Детские слезы радости. В начале своей программы мы обозначили, что у нас необычная программа, у нас необычный гость. Но не раскрыли перед зрителями всех тайн и всей интриги. Наша программа сегодня выходит в день твоего рождения. Я считаю, что день рождения человека – это самый главный праздник в жизни любого человека. Вот на данный момент жизни, когда ты уже прошел все этапы становления, ты счастливый человек? Я думаю, что в жизни нет абсолютно счастливых или абсолютно несчастных людей. Это такое переплетение темных тонов и светлых всегда в разных пропорциях. Нужно, конечно, стремиться к наиболее оптимальной пропорции для себя, чтобы света в твоей жизни было больше. Я к этому стремлюсь. Я над этим и работаю. Вообще вся жизнь и творчество, и не только творчество, то, как ты выглядишь, то, как ты работаешь – это, в общем, труд над собой и над обстоятельствами. И я вот думаю, что и над счастьем тоже нужно трудиться. Я думаю, что счастье – это путь. Вот к нему нужно идти, приближаться и радоваться каждой мелочи. Вот вышла у нас сегодня хорошая программа на позитиве, и люди сказали – интересно. Это счастье. Мы с тобой чем-то очень похожи, Только чашу до дна не избить. Полюса пересечься не могут, Так уж видно, задумала жизнь. Я пою об этом полный голос, Все равно прекрасен наш союз. Твой стакан наполовину полон, Мой стакан наполовину пуст. Твой стакан наполовину полон, Твой стакан наполовину пуст. Я пою об этом полный голос, Все равно прекрасен наш союз. Твой стакан наполовину полон, Мой стакан наполовину пуст. Мой стакан наполовину пуст. Мой стакан наполовину пуст. Ну вот сегодня день рождения. Ты будешь его как-то отмечать по-особенному? Я думаю, что вот сейчас мы его и отмечаем. Наиболее оптимальным для меня образом. Потому что лучшим подарком для творческого человека является то, Что его детище, творческие детище, Его песни, они звучат, люди их слышат. И вот это и есть самый главный праздник, И самый главный подарок. Ну, не мне тебе рассказывать, Как любят актеры выступать на Новый год. И, в общем-то, вот для них Новый год навсегда и ассоциируется С этой сценой, которую они видят. Ну, а для меня сегодня день рождения Неразрывно связан с этим эфиром. Неразрывно связан с этим эфиром. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Саша, я благодарю тебя за то, что ты сегодня, в свой день рождения, Сделал такой творческий подарок нашим зрителям, Поделился своим творчеством. Но у нас есть небольшой подарок и для тебя. Поздравления твоих коллег. В довольно-таки непростое время, друзья, хочется на секунду от всего отвлечься и вспомнить о чем-то светлом. И первое, что приходит на остатки ума, это программа «Арт-студия», гостем которой я был прошлым летом. И куда меня любезно пригласил прекрасный ведущий и певец, или даже ведущий певец Александр Филатов. Саша, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю оставаться таким же положительным персонажем, каких мало в реальном мире. Я с удовольствием смотрю программы «Арт-студия». Не только потому, что там всегда очень интересные собеседники. Мне интересно наблюдать за работой ведущего. И я отмечаю для себя профессионализм Александра Филатова. Он умеет как-то направить в нужное русло разговор. Поэтому смотреть эти передачи очень-очень интересно. И невозможно оторваться. И когда они заканчиваются, я всегда себе говорю, вот таким должен быть настоящий ведущий, как Александр Филатов. Александр Филатов – и журналист, и композитор, и певец. Может быть, поэтому под сенью дружных муз и рождается такая программа. Многие авторы стихов и песен, многие исполнители – желанные гости этой передачи. Хочется пожелать Александру Филатову творческих успехов во всех ипостасях. Очень приятно. Саша, обычно, когда ты сидишь на этом месте и общаешься с нашими гостями, ты просишь их пожелать что-нибудь нашим зрителям. Сегодня я задаю такой же вопрос. И мое пожелание к тебе – что ты можешь пожелать нашим зрителям? Ну, ты знаешь, когда ты спросил про пожелание, сразу вспоминая строки своего стихотворения. Можно я его прочитаю? Это стихотворение стало песней. В прошлом году эту песню нашу с Владимиром Евзеровым, как композитором, спел известный певец Игорь Наджиев. Он также приезжал на мою программу. Мы шутили, что вот, я к тебе, как к Курмсу Отту, специально приехал. От каждой новой встречи рубец Нас время загоняет конец На каждом мимолетном витке Я, как следы на мокром песке Лишь лучи, отражённые от всех Звучат во мне их слёзы и смех Песня, он на неё снял клип. Она называется «Настанет миг». В этом клипе снялся Валерий Леонтьев, который, как мы уже говорили, знает об этих песнях. И там такие слова. Других в себе находишь порой. Свой голос слыша, слышишь не свой. И видишь, что когда-то не зря слова людей Попали в тебя. Слова друзей пластами легли И от любви остались слои. От каждой новой встречи рубец Нас время загоняет в конец На каждом мимолетном витке Я лишь следы на мокром песке Лишь лучик, отражённый от всех Звучат во мне их слёзы и смех Но знаю, что настанет тот миг Услышу и себя я в других И сквозь нелепой жизни и кольцо Мне станет ближе чьё-то лицо Я всем нашим дорогим зрителям Желаю, чтобы вокруг всегда были близкие лица Я вам желаю услышать себя в других Как сегодня я себя услышал в вас Пускай зеркала разбиты А души полны ворот Но где-то горят софиты И взгляды со всех сторон Ты крылья расправить птицей Над сценой своей лети И знаешь, нельзя разбиться А шоу должно продлиться И значит, нельзя уйти Ну, а я, конечно же, желаю тебе, что ты свой день рождения разделил вместе с нами И желаю тебе дальнейших творческих успехов Конечно же, неиссякаемой энергии Твори на радость тебе На радость всем нам, зрителям, своей публике Зрителям в зале Чтобы всё у тебя было хорошо Спасибо тебе огромное за разговор Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!